Здравствуйте! Вы смотрите программу 7 минут. Сегодня у нас в гостях Андрей Савин, заведующий психотерапевтическим отделением Рязанского клинического наркологического диспансера. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте! Андрей Иванович, вот с Вами сегодня хотим обсудить тему антитабачного закона. Вот как Вы считаете, на что же опирается в основном законодатель, принимая подобные законы? И настолько ли они важны для нас? Ну, я думаю, что здесь идет опора на защиту граждан от вредного воздействия табачного дыма. Немножко с Вами разовьем эту тему. Насколько вреден табачный дым для окружающих? Правда это или миф? Сейчас называют табак убийцу номер один. То есть, согласно статистике российских ученых и специалистов Всемирной организации здравоохранения в России, из 500, из полумиллиона мужчин, умирающих в России, и животных, 42% смертей связывают с последствиями табакокорения. То есть, статистика, как видите, удручающая. И закон направлено на то, чтобы, с одной стороны, оградить некурящих людей от вредного воздействия табачного дыма и способствовать тому, чтобы зависимые от курения люди могли легче избавиться от данной зависимости. То есть, на что направлен ряд мероприятий согласно данной программе. Какими болезнями, в первую очередь, страдают курильщики? Ну, воздействие компонентов табачного дыма всесторонне, и нельзя, скажем, назвать орган или систему организма, который бы не страдал от курения. То есть, в табачном дыме обнаруживают более 4000 химических элементов, и только около 40 из них обладают канцерогенными свойствами, то есть, веществами, которые провоцируют развитие раковых опухолей. Конечно, страдает, прежде всего, дыхательная система, да, то есть, около 96% рака легких выявляется у курильщиков. Сердечно-сосудистема также страдает, то есть, компоненты табачного дыма, с одной стороны, развитие атеросклероза повышает вязкость крови, способствует сужению сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения, стойкому спазму сосудов, то есть, нередко наблюдается у заедлых курильщиков, прежде всего, у мужчин, поражение сосудов ног, что иногда приводит к гангрене, ампутации, да, то есть, много можно перечислять воздействия, то есть, отрицательное воздействие табачного дыма, то есть, если мы говорим о пассивном курении, то те же компоненты табачного дыма попадают в организм некурящих людей, которые, да, вынуждены находиться рядом с курильщиками, то есть, отмечено, что такими же заболеваниями страдают там люди, то есть, женщины, дети и так далее, в семьях которых кто-то курит, и человек находится постоянно вынужден дышать дымом. В частности, например, у женщин, которые сталкиваются с дымом, либо дома, либо на работе, в два с половиной раза увеличен риск возникновения рака молочной железы, да. Некоторые элементы табачного дыма, такие как радиоактивный полоний, бензопирен, обладают не только канцерогенным эффектом, то есть, вызывающим развитие раковых апохолей, но и мутагенным эффектом, то есть, вызывают генетические нарушения, что может приводить к нарушению здоровья у будущего поколения, то есть, либо включая некоторое родство. То есть, человек, ну, по сути дела, прокуривает не только здоровье, но и здоровье своих будущих детей. – Если мы с вами сейчас к общему выводу придем, то, наверное, он будет звучать следующим образом. Мы страдаем от тех болезней, в которых мы не виноваты, да, которые мы сами себе не заработали. – Которые, да, то есть, ну, не то, что, может быть, не виноваты, а то, что человек, ну, вынужден, да, то есть, сам того не желая, ну, так и разрушает свое здоровье. То есть, одно дело, курящий человек, он в отношении своего здоровья ответственен сам, да, но получается так, что он разрушает и здоровье других людей. – Андрей Иванович, вот, может быть, какие-то оздоровительные акции проводятся, может быть, при вашем диспансере? Что-то такое существует? – Да, у нас проводится, так называемое, у нас есть отделение профилактики, которая работает с молодежью, проводит конкурсы и так далее, тельные акции с призами и прочими-прочими, то есть, работа направлена на стимулирование здорового образа жизни, в частности, без табака, жизнь без табака, без сигареты. – Приносит свои плоды? – Да, и, кстати, мы отмечаем, что в последнее время увеличилось количество людей, людей, которые обращаются за помощью, чтобы бросить курить. – Почему же все-таки так сложно бросить курить? – Потому что курение считается одной из форм наркотической зависимости, то есть, тут проблема и физиологическая, и психологическая, то есть, с одной стороны, никотин, который содержится в табаке, формирует зависимость, и человек, чтобы нормально себя чувствовать, вынужден курить, то есть, выкуривать опренное количество сигарет, так как никотин действует таким образом, что при отказе от сигареты появляется дискомфорт, который нарастает, и если человек не закурит, он себя начинает плохо чувствовать. То есть, и сформируется как бы психологический стереотип, а у человека, то есть, сигарета, ну, уже является как бы образом жизни, да, то есть, курение уже автоматически сопровождает ряд действий, то есть, если человек убежден, что сигарета помогает успокоиться, да, там как-то улучшить самочувствие, он верит в это, и как бы при изменении эмоционального состояния у него повышаются потребности, да, в курении. То есть, и никотин действует таким образом на рецепторы головного мозга, что как бы вызывает, да, с одной стороны, ощущение на некоторое время спокойствия, но в то же время он вызывает, то есть, по сути дела, он никотин успокаивает, то есть, снимая дискомфорт, который самоинформирует. Спасибо вам большое за интересную беседу. В гостях у нас был Андрей Савин, заведующий психотерапевтическим отделением Рязанского областного клинического наркологического диспансера. Спасибо вам еще раз. Заходите. Вам спасибо. Заходите к нам в гости, будем рады вас видеть всегда. Это была программа «Семь минут». Увидимся с вами через неделю. Всего хорошего. Семь минут.